С начала летнего сезона уже было обработано более 81 тысячи обращений, половина из которых поступила через официальные ресурсы предприятия «Водоканал» в социальных сетях. Для консультации и разъяснения по вопросам передачи показаний, лицевым счетам, работе приложения «Водоканала» в мобильном приложении и другим вопросам предоставлена круглосуточная линия колл-центра. Конечно, такое количество звонков отработать в прямом эфире – это очень тяжело. Поэтому на сегодняшний день запланировано здесь и расширение колл-центра, для того, чтобы оперативно можно было ответить человеку не роботом, а живым голосом. Председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов лично обошел все подразделения городского водоканала. Мы побывали и в колл-центре, мы побывали и в диспетчерской, и мы побывали непосредственно там, где дежурные бригады водоканала. И можно сказать, что на сегодняшний день необходимое количество специалистов, необходимое количество запасов материальных и технических средств есть для того, чтобы обеспечить оперативное выполнение той заявки человека, о которой есть. Для оперативного восстановления работ в случае аварий водопроводных и канализационных сетей Сочи есть более 150 человек и свыше 70 единиц техники. Ежедневно дежурят около 30 аварийных бригад, которые устраняют нештатные ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения. Запланировано на сегодняшний день и уже мы практикуем для того, чтобы выехать на ту территорию, где есть какая-то проблема, и там поработать с населением, разъяснить, пояснить, какая ситуация, выяснить ситуацию на месте. То есть вот такая непосредственная работа, она ведется, и городской штаб будет дальше отслеживать эту ситуацию по всем остальным ресурсам, снабжающим предприятиям нашего города. Несмотря на увеличенную нагрузку, структура предприятия функционирует без сбоев. Ассаль Тулегенова, Александр Киреев. Время новостей.